Несколько месяцев без горячей воды. Такова участь жильцов четырёх домов, часть из которых переселенцы из ветхого жилья, часть – бывшие обманутые дольщики. Для того, чтобы жителям новостроек в третьем Г-микрорайоне подключили горячую воду и отопление, им необходимо не только установить индивидуальные тепловые пункты, но и оформить сервитут на 9 квадратных метров придомовой территории, поскольку тепловой узел затрагивает общее имущество собственников. Отчуждение земли возможно только при получении 71% голосов жителей. Поставив на кадастровые учёты, они смогут официально отапливать наши дома. На сегодняшний день они этого делать не могут. Они даже не могут выставить платёжные документы дому номер 39 построительный, который уже пережил отопительный сезон и пользовался данным ресурсом. Эти новостройки отключили от тепла, а вдобавок и от горячего водоснабжения ещё весной. И до сих пор сотни людей остаются без воды, поскольку котельная, обеспечивающая их ресурсами, перестала работать. Её мощности не хватало на все новые дома, поэтому и было решено подводить к микрорайону центральное теплоснабжение. Но почему-то администрация БМР не позаботилась о людях. Эпопея с установкой ИТП длится уже больше четырёх месяцев. И сначала жильцам предлагали самим установить дорогостоящие системы. И только сейчас, когда до отопительного сезона рукой подать, администрация зашевелилась. «Может быть, у вас появится спонсор, кто готов вам делать бесплатно, и вы этим самым ущемляете права. Но ради бога, написали администрацию, я никаких возражений не имею. Поэтому на сегодняшний день наша задача – это нам дать разрешение подвального помещения для проектирования». Итак, для установки ИТП за счёт местного бюджета необходимо решение собственников, а также согласие на передачу подвалов, поскольку обслуживание построенных ИТП администрации района берёт на себя. По срокам все мероприятия по обеспечению домов теплом и горячей водой довольно длительные, и не факт, что успеют провести все работы до начала отопительного сезона. На каждый из трёх домов необходимо порядка двух миллионов рублей. Их должны выделить из бюджета по согласованию с депутатами. Но откуда эти средства снимут при условии, что установка ИТП не была запланирована, неизвестно. Придётся искать. «У нас уже на 29-й дом проект ИТП готово. Мы его отправили в экспертизу для того, чтобы оперативно получить правильность сметной стоимости. Не буду лукавить, проектная сметная стоимость составляет 2 миллиона 50 тысяч. Естественно, она сейчас проверяется о правильности сметы. В последующем будем объявлять. Согласно, если у нас получается всё хорошо, где-то 15 сентября мы должны объявить аукцион на ИТП. Это первое направление. Но второе направление, мы как бы ещё не теряем надежду о том, что тёплый дом, мы написали письмо на тёплый дом, чтобы они нам передали, передали нам это котельную бесплатно». Но котельная выведена из эксплуатации, и администрация БМР подтвердила этот факт в своём письме, подписанном Александром Балуковым. Оно гласит, что с 31 декабря 2018 года для котельной согласован вывод из эксплуатации. Но поскольку альтернативного источника тепла у микрорайона не было, то отоп-сезон компания «Тёплый дом» довела до конца и после этого отключила систему. При этом глава района Александр Соловьёв оказался не в курсе такого важного документа. По крайней мере, на вчерашней пресс-конференции он удивился данному факту. «В любом случае, котельная на сегодняшний день, которая находится рядом, она в рабочем состоянии и запуститься может в любой момент. Но собственник предъявляет слишком завышенную цену за эту котельную и за аренду этой котельной». «Нет, нет, она не выведена и не может быть выведена. Пока нет альтернативного источника подачи тепла. И этот вопрос находится на контроле уже теперь у прокуратуры». После подведения теплосети «Т-Плюс» проводит сейчас благоустройство территории. По закону организация должна вернуть место проведения работ в первоначальный вид, восстановить бордюры тротуара, отсыпать щебёнкой дорогу. Эти работы проводятся в настоящее время. Кроме этого, подрядчик из 19 августа будет переделывать те участки проезжей части, которые оказались выполнены некачественно. Сами дворы администрация обещала привести в порядок в следующем году по программе создания комфортной городской среды.